Объединить усилия в борьбе с глобальными угрозами и вызовами Объединить усилия в борьбе с глобальными угрозами и вызовами Об этом шла речь на Московской конференции по международной безопасности 23-25 апреля в российской столице проходила Московская конференция по международной безопасности В ней приняли участие более тысячи гостей Министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств Представители экспертного сообщества и академических кругов из 111 государств мира На конференции выступили представители руководства таких международных организаций Как ООН, ОБСЕ, АДКБ, ШОС, СНГ, МККК Были заслушаны доклады глав Минобороны России, МИД, СВР, ФСБ России Руководителей МВД и Росгвардии Которые представили позиции нашей страны по ключевым вопросам международной безопасности Для освещения мероприятия форума прибыли свыше 700 представителей российских и зарубежных СМИ Онлайн-трансляция конференции осуществлялась на официальном сайте Минобороны России в сети Участникам 8. Московской конференции по международной безопасности Приветствую участников и гостей Московской конференции по международной безопасности Вот уже восьмой раз в российской столице собираются главы оборонных ведомств Представители Высшего командования вооруженных сил Руководители международных организаций Ведущие эксперты из разных стран Чтобы обсудить наиболее острые проблемы и вызовы С которыми сталкивается мировое сообщество Высокий интерес к форуму убедительно свидетельствует о том Что он прочно вошел в число авторитетных и признанных международных дискуссионных площадок в области безопасности Московскую конференцию традиционно отличает солидный состав участников Содержательный обмен мнениями и широкий спектр обсуждаемых вопросов Приветствия участникам и гостям форума направил президент России Владимир Путин Подчеркнувший, что Московская конференция по международной безопасности пользуется заслуженным авторитетом в мире Приветствие главы российского государства озвучил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Со вступительным словом на конференции выступил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу Поприветствовав участников форума, он отметил, что традиционно по приглашению Министерства обороны Российской Федерации в Москве собрались главы оборонных ведомств Руководители международных организаций, авторитетные ученые и эксперты Такой высокий уровень представительства свидетельствует о стремлении стран ввести партнерский диалог Расширять многостороннее сотрудничество и способствовать стабилизации военно-политической обстановки в мире Подчеркнул при этом глава российского военного ведомства По его словам, главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира Активизируются замороженные конфликты Формируются новые очаги потенциального вооруженного противостояния Многие из которых инициируются извне Продолжаются боевые действия в Емени В новую фазу входит конфликт в Ливии Сохраняется напряженность в Сирии и Ираке В Африке нарастает активность террористических группировок Западная часть этого континента лидирует по количеству захватов судов пиратами Все чаще предпринимаются шаги по неоколониальному вмешательству во внутреннее дело суверенных государств Практические действия Альянса Будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях Ведут к росту напряженности Требуют адекватного реагирования с российской стороны Подчеркнул министр обороны РФ И добавил Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно Причем не обязательно симметрично действиям НАТО Особое внимание в своем выступлении Сергей Шойгу обратил на то Что продолжается деградация правовой базы международных отношений Ряд принципиальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями и ядерного нераспространения прекращается в явочном порядке К договору ПАПРО, который США отказались выполнять в 2002 году, добавился договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Неясными остаются перспективы договора СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года При этом с российской стороны, как подчеркнул Сергей Шойгу, все обязательства по срокам и параметрам ограничений вооружений, а также по контролю за их соблюдением выполняются своевременно и в полном объеме Продолжается, отметил далее министр обороны РФ, развертывание глобальной системы противоракетной обороны После выхода США из договора ПАПРО стало очевидно, что развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая Сегодня США развертывают объекты противоракетной обороны за пределами своей территории, перекладывая на союзников часть задач по защите континентальной части США от удара баллистических ракет По сути, их союзники становятся заложниками авантюрных решений Вашингтона в сфере безопасности Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов Средства преодоления ПАПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки Российская Федерация эту задачу решила Сергей Шойгу еще раз подчеркнул, что дестабилизирующий характер проналицо Неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие, стимулирует гонку вооружений Это особенно актуально на фоне выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Немало и других примеров, по словам Сергея Шойгу, пренебрежительного отношения к многосторонним договоренностям и международным институтам Во-первых, это отказ США от выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Во-вторых, фактический срыв нормальной работы организации по запрещению химического оружия и создания в ее рамках подконтрольной структуры для очередных фальсификаций Которые лягут в основу агрессивных решений против тех или иных государств В-третьих, это проведение операций на территории других стран без санкций ООН При этом взамен строгих международных обязательств предлагаются некие правила, основанные на псевдодемократических трансатлантических ценностях Значительное место в выступлении министра обороны РФ заняла тема борьбы с международным терроризмом Сегодня меняется масштаб угроз со стороны террористических организаций Что касается уничтожения террористов, то решить эту задачу, подчеркнул в своем выступлении Сергей Шойгу, только силовыми действиями не удастся Международный терроризм в лице ИГИЛ не без помощи некоторых стран Запада уже давно перешагнул границы Сирии и Ирака, распространился за пределы Ближневосточного региона В различных странах отмечается наплыв иностранных террористов-боевиков, покинувших зону сирийского конфликта и лагеря для беженцев в Сирии и Ираке В первую очередь это связано с тем, что благодаря зарубежному финансированию отлажены каналы переброски боевиков, имеющих не сирийское гражданство, в Афганистан, Ливию, страны Азии Часть террористов оседает в этих регионах, что раскачивает и без того нестабильную ситуацию Значительное их количество перебрасывается в новые страны для распространения идеологии экстремизма Не секрет, что боевики, прошедшие подготовку в Сирии, в последнее время все чаще выступают организаторами масштабных террористических акций в Европе, Юго-Восточной Азии и Центральной Африке Недавние террористические акты в Шри-Ланке подтвердили давно назревшую необходимость объединить усилия по контролю за перемещением террористов и ликвидацией источников их финансирования Если этого не сделать, то будут возникать новые очаги терроризма, заявил Сергей Шойгу В этих условиях, продолжил он далее, Минобороны России принимают все необходимые меры для повышения боевого потенциала вооруженных сил, развития взаимодействия с нашими союзниками и партнерами Сегодня противостоять новым вызовам в сфере безопасности можно только коллективными усилиями, расширяя военное сотрудничество, поощряя обмен опытом в сфере боевой подготовки и применения вооружений И Россия готова, подчеркнул Сергей Шойгу, к развитию разноплановых военных связей со всеми заинтересованными государствами При этом нашими несомненными приоритетами остаются углубление военного сотрудничества со странами СНГ, совершенствование военной составляющей ОДКБ, укрепление союзного государства России и Белоруссии, а также взаимодействие военных ведомств в рамках ШОС Особое внимание в работе с союзниками уделяется практическим мероприятиям боевой подготовки, организации совместных учений и тренировок Такие мероприятия проводились с подразделениями Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана В ходе учений военнослужащие разных стран имеют возможность детально изучить наш опыт, полученный в Сирии, улучшить навыки применения вооружения и военной техники российского производства Готовы расширять эту практику и приглашать на учения военнослужащих из других стран, подчеркнул министр обороны РФ Большое значение, по его словам, придается развитию военного взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества Сегодня диалог военных в ШОС является важным элементом нашего сотрудничества Вопросов, которые требуют решения, достаточно от оценки угроз безопасности стран ШОС до обмена опытом по экупированию и нейтрализации Первый шаг в этом направлении уже сделан созданная экспертная группа Намерены всячески поддерживать этот формат взаимодействия По словам российского министра, динамично как на двусторонней, так и многосторонней основе развивается сотрудничество с военными ведомствами государств Азиатско-Тихоокеанского региона Политическое решение о стратегическом партнерстве СКНР реализуется министерствами обороны двух стран Более трех тысяч китайских военнослужащих приняли участие в маневрах Восток-2018, что стало важной вехой в развитии двусторонних отношений Расширяется привилегированное военное и военно-техническое сотрудничество с Индией, основанное на многолетнем опыте взаимодействия Большой вклад в стабилизацию ситуации в Юго-Восточной Азии вносит диалог в формате СМОА-Плюс По сути, создан уникальный механизм, позволяющий аккумулировать и внедрять лучшие военно-прикладные практики оборонных ведомств стран Асиан и партнеров по различным аспектам обеспечения безопасности Укрепляются также военные связи между Москвой и столицами африканских государств Хотел бы заверить наших традиционных африканских партнеров из Алжира, Анголы, Гвинейской Республики, Египта, Зимбабве, Камеруна, Республики Конго, Мали, Мадагаскара, Мазамбика, Намибии, Нигерии, Судана, Уганды, Центральной Африканской Республики, ЮАР Что мы открыты для расширения контактов по всем направлениям, сказал Сергей Шойгу При этом он особо отметил сотрудничество с государствами Латинской Америки По словам министра, у России в регионе много традиционных друзей и союзников Это Куба, Никарагуа, Венесуэла, Бразилия, Боливия, Мексика, Уругвай, Парагва и Чили Ценим достигнутый уровень доверия, будем работать над его повышением, отметил Сергей Шойгу И добавил, что такое сотрудничество приносит свои плоды Примером могут служить итоги участия команд из Азии, Африки и Латинской Америки в армейских международных играх Если вначале многие присматривались к нашим состязаниям в качестве наблюдателей То через год практически все они перешли в разряд участников, чтобы повысить уровень боевой подготовки В 2018 году все команды, которые 2-3 раза прошли подготовку по программе армейских игр, значительно улучшили свои показатели Полученные навыки могут быть тиражированы уже на родине при подготовке специалистов в национальных армиях Будем рады видеть ваши команды на играх в этом году, которые пройдут в 10 странах с 3 по 17 августа, подчеркнул Сергей Шойгу По его словам, особое внимание на конференции будет уделено вопросам миротворчества Ключевую роль в этой работе играет Организация Объединенных Наций, которая обладает легитимным правом направлять воинские контингенты в зоны конфликтов Россия поддерживает усилия ООН по подготовке миротворцев и намерена задействовать свои возможности по обучению специалистов Аккредитации в системе ООН существующих в нашей стране учебных центров В заключение Сергей Шойгу еще раз поблагодарил всех участников конференции за проявленный интерес и желание внести свой вклад в ее работу И выразил готовность к открытому обсуждению любых инициатив, которые способствуют укреплению общей безопасности Сегодня очевидно одно, чтобы справиться со стоящими перед нами задачами по поддержанию мира Мы должны определить общие для всех нас вызовы, учитывая положительный опыт и возможный вклад каждого государства, подчеркнул он Мария Томиленко, Красная Звезда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова